Утро под серебряным дождем В 9 часов поговорим о таком фестивале как Сигном Open Air Fest Одним из спикеров которого и мастер-класс нам будет давать хорошо вам известный, уважаемые наши слушатели, Игорь Наумов Почему и о чем он будет рассказывать сегодня как раз таки в 9 часов утра Ну и зубные мудрости от Дмитрия Дмитровича, конечно же, ждут вас в 9.35 Как и Виктор Кириллович подоспеет непосредственно к этому времени В 10 часов перехватит у нас инициативу с программой НАБОТОВ здесь Начнем с новостей Прежде всего, давайте, хорошая, позитивная новость Ученые установили, что люди могут прожить на 20 лет дольше Внимание, на 20 сразу лет дольше Внеся просто некоторые изменения в свой образ жизни Даже если начать следовать здоровым привычкам уже в среднем возрасте То есть это касается не только молодежи Да, исследование, собственно, основано на данных анкеты медицинских карт Собранных в период с 2011 по 2019 год Ученые проанализировали их, чтобы определить, какие факторы связаны с увеличением продолжительности жизни Итак, 8 привычек, продлевающих жизнь по мнению ученых Номер 1 Ешьте хорошо Согласен Расплывчатая формулировка Стоит, ешьте хорошо С толком с делом, с расстановкой, с переменой блюд, с паузами между блюдами А не вот это, когда ты в себя запихиваешь бутерброды вот это По-быстрому за 2 минуты Ну да, и бежишь Да, у тебя живот там раздулся И ты такой с раздутым животом пытаешься что-то делать Нет, есть же нужно аккуратно В этой связи, кстати говоря Почему французских ресторанов столь долго обслуживают? И почему есть паузы между переменами блюд? Это сделано умышленно Любой гастронатуролог скажет Вот ты съел закусочку, посиди 10 минут Потом перейди к другому блюду Еще хотя бы 10-15 минут подожди И чувство насыщения наступит быстрее И оно будет гораздо более эффективным А не как у нас, знаешь, вот эти вот застолья с майонезными салатиками Когда все садятся И когда уже все наелись И примерно в таком состоянии, как ты сейчас изобразил Дышать нечего, они говорят Ну что, подаем горячее? Да, и ты уже куда горячее? И потом ты 3 дня ешь это оливье из ведра Обычно вот на Новый год такое происходит Итак, ешьте хорошо, это первая привычка Вторая привычка Избегайте сигарет Минздрав предупреждает Курение вредит вашему здоровью Третья привычка Хорошо высыпайтесь Логично А что-то так можно, да? Да, мне четвертое Будьте физически активны Вот хотелось бы деталей Что вы имеете в виду под физически активным? Если я прохожу Просто там, например, 9 тысяч шагов в день Это считается достаточной физической активностью? Я думаю, да Вот мне тоже так кажется Вполне Справляйтесь со стрессом Это, как говорится, легко сказать, да трудно сделать Знать еще как Вот именно Вот такие рекомендации всегда Ну не зря мы даже у наших психологов зачастую спрашиваем Переключиться А как? Хорошо это сказать Ну вот я думаю, надо к психологам и обращаться Для этого Употребляйте меньше алкоголя Вот А как же тогда справляться со стрессом? Как в России жить? Мне кажется, да второй пункт противоречит предыдущему Ну слушай, ну не зря это ученые Это не наши, собственно Избегайте опиоидной зависимости Господи, Минздрав предупреждает Употребление наркотиков тем более вредит Ну это понятно, это очевидно Ну вообще любой зависимости лучше избегать, конечно Не только опиоидной Уж тем более опиоидной Конечно И последнее Сохраняйте положительные социальные отношения Давайте я вас всех обниму Сейчас мы сохраним сразу же положительные социальные отношения По крайней мере в этой студии И я не знаю на сколько лет Но на несколько минут Может быть мы себе продлим существование на этой планете Ладно, никакая низкая физическая активность Употребление, соответственно, наркотиков и курения Сильнее всего повышают риск смерти Далее по опасности шли чрезмерные употребления алкоголя Плохой сон и питание Однако наблюдательный характер исследования Означает, что работа не может однозначно доказать причинно-следственную связь Между выявленными факторами и различиями в продолжительности жизни Так что это все, конечно, советы Но не вот прям инструкции к применению, друзья Упс, как скажут англосаксы Да, опять же, все мы разные Да Давайте немножко грустного Игорь сказал уже Действительно, Шина-то Коннор скачалась Причем я считаю, что в достаточно молодом возрасте Всего 56 лет ей было Ну что это такое Я не буду говорить, что Игорь уже все сказал Давайте как раз послушаем ту самую известную вещь Которую я добавлю, кстати говоря, по версии Билл Борда Стала самым главным хитом 90-х годов Вообще 90-х всего десятилетия Шина-то Коннор Ничто не сравнится с тобой Действительно, с ней ничто, наверное, не сравнится Абсолютно Абсолютно Пусть земля ей будет пухом Ладно, давайте к другим новостям все-таки перейдем Перенесемся Нет, не хочется в России Новости на самом деле связаны Вот в Афганистане талибы хотят запретить галстуки Из-за того, что они якобы символизируют крест Главный символ христианства Талибы Признаны запрещенной организацией Я вот даже не хочу комментировать просто Это красиво Это просто красиво Это знаешь, вот из разряда, что ты мне сегодня рассказывал Как там в Северной Корее гостей встречают О, я вчера я посмотрел видео И это примерно отсюда А что, как встречают Включи федеральный телеканал Там тебе большой репортаж покажут Как там в Северной Корее празднест Но у них, они же празднуют Вот эту вот освободительную войну У них юбилей Она в 1953 году как раз, по-моему, закончилась Вот знаменитая корейская кампания Поэтому в этом году у них еще и юбилей по этому поводу Глава Ангушетии при этом Махмуд Али Калиматов Одобрил инициативу о введении запрета На бракосочетание Без справок Подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции Наркотической зависимости Вот это, конечно, поворот Может вам мазок еще сдать? Ну просто перед Ну какой-нибудь откуда-нибудь Главе Ангушетии Мне кажется, я где-то слышала Что мне кажется, даже в каких-то странах Может быть давным-давно Было нормой Перед вступлением в брак Но может быть это был конец Какого-нибудь 19 века Я сейчас не буду врать Мне как будто просто где-то Я вот это учитала Когда-то точно не помню Что это было нормально Что человека там вели к врачу Он проходил полный чекап организма Но это, наверное, скорее всего Действительно было в конце 19 века Когда как бы Как товар человека Вот говорили Да, вот он годный Там где-то рождению, например, способный Все окей у него Ну вот берите Или там есть какие-то проблемки Ты знаешь, меня в этой связи смущает другое Я все, я не понимаю, зачем это делать Ну наркотическая зависимость Ладно, понятно Вот представь себе ВИЧ-инфекция Это же ведь не обязательно Что человек занимался непотребностью Он мог ее приобрести Элементарно в кабинете стоматолога Такие случаи бывают Во-первых, да Во-вторых, как бы Зная, что современная терапия В принципе, вполне поддерживает Нормальную жизнедеятельность человека С такой инфекцией Если он вовремя начал лечиться И у него при этом могут быть здоровые дети Конечно То есть, как бы Какие тут должны быть препятствия Я не могу понять Более того, если люди вступают в брак И они знают, что один из них Ну он или она страдает этим И, ну, в общем-то Жизненный путь может быть короток Да Они вступают в брак Регистрируют отношения Чтобы дожить до конца своих дней вместе Такие случаи часто бывают Когда вот пара Ну, один человек болеет, другой нет Они все равно любят друг друга Почему они не могут зарегистрировать брак? Почему? Не знаю Нет, с одной стороны, понимаешь Это вроде как неплохая, может быть, инициатива С той точки зрения Что человек, который, возможно, не знал, что у него ВИЧ Благодаря тому, что он пойдет эту справку получать Может быть, узнает, что он заболел там, допустим Вот, но мне кажется, все-таки не такими способами надо людей призывать проверяться периодически И мне интересно, а не противоречит ли это федеральному законодательству? И вот тут у меня, кстати, тоже вопросики Потому что, насколько я знаю, ВИЧ-инфекция Это один из тех диагнозов, которые нельзя разглашать Ну, нельзя, то есть по... Врачебная тайна Это врачебная тайна И по желанию как раз-таки пациента Про эту болезнь нельзя говорить, если он не согласен И ты, получается, со справкой приходишь в дворец бракосочетания Откуда, конечно же, никто никогда никому не скажет Что у тебя есть какие-нибудь проблемы Честно, неприятно А если учитывать, да, что это достаточно традиционное общество, ингушетия все-таки Да, то там вот эти вот все быстро расходящиеся слухи И привычка, так скажем, людей Несколько портить людям жизнь, скажем так, мягко говоря Если вдруг они какие-то не такие Вот это, конечно, опасненько Ладно, продолжим Тут, ну давайте жесткими новостями Почему бы и нет Юристам хотят запретить помогать призывникам и мобилизованным в военкоматах В Госдуму внесли поправку Разрешающую подавать жалобы в военкомат только родственникам призывника И при этом получается, что юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб, то есть самим Речь идет, слава богу, в данном случае речь идет только о том, что юрист не имеет права присутствовать при фактической подаче жалобы в физическом военкомате То есть вот принять или подать жалобу военкоматам, ну извините, военкома или главному военкому Может только сам родственник призывника, ну или мобилизованного человека Юрист не может составить ему пару Конечно, тут возникает вопрос, а что если мать или отец юристы? Да, как они... Кстати, интересно Ну, все равно они смогут подать, потому что они являются родственниками по крови Это никуда не денешься Послушай, получается, что военкомат может, например, эту жалобу не принять Да Как бы без свидетелей лишних, которые могут как-то потом повлиять на исход этого дела Единственное, что тебе в данном случае может помочь, это твой мобильный телефон и какая-то фото-видеозапись на процессор Когда его не отберут где-то на входе или выходе Тоже может быть Ну тогда лучше двумя родственниками сразу приходить Ну да, можно прям целой семьей Можно всей семьей Кланом, как говорится О, это, кстати, тоже интересно Но надо сказать, что при этом юристам все еще, слава богу, можно хотя бы в суде эти дела там как-то вести Пока еще можно Вот когда адвокатов перестанут пускать в суд Когда адвокатура вообще исчезнет в суде, тогда, в принципе, ладно Тогда мы понимаем, о чем мы можем говорить, о каком, как бы мягко сказать, о каком типе государственного строя мы можем говорить Потому что он описывал в книжках Когда, знаешь, отменили Кстати, это было обыграно и в фильме «Назад в будущее», я помню прекрасно Но там немножко в другой, во всей этой форме Но там тоже в свое время отменили адвокатов В каком-то году, не помню Государственные думы, продолжим С ней же тут предложили, опять же, обложить налогом хозяев кошек и собак Законопроект предложил первый зампред Комитета Государственной Думы Владимир Бурматов Он рассказал К требованиям могут быть отнесены обязательные регистрации заводчиков животных Вакцинация питомцев А также уплата налогов Вот, мне кажется, последнее, это вот самый ключевой вот такой вот момент Да, конечно, мне кажется, как бы регистрация и вакцинация его вообще не интересует Кстати, отмечается, что законопроект может решить проблему так называемых черных заводчиков Белые, серые, черные Сколько раз, Таня, у нас здесь были Я не знаю, да С тех же самых собачьих питомников Они все нам говорили вот в одно, в один голос Нам государство только мне помогает Мы живем на деньги частных лиц, меценатов Которые понимают, что надо спонсировать, что надо этих бродячих собак убирать Специализированные питомники И на самом деле эта проблема решается очень просто Именно вот этими питомниками, как мы все видим в Москве В Москве нет бродячих собак Вся провинция просто захлебнулась от этих бродячих собак А что мы сделали несколько месяцев назад, приняв законопроект Который фактически разрешает не просто отлов, а уничтожение бродячих животных Это буквально вот они его одобрили То ли на этой, то ли на прошлой неделе Буквально, то есть на региональном уровне будут решать, что будут сделать с домашними животными А сейчас мы видим закон, который предлагает обложить налогом Хозяев, ну я думаю, что частных владельцев кошек и собак это, конечно же, касаться не будет Хотя, если это будет касаться, мне будет интересно просто на это посмотреть Сколько будет за французского бульдога Или за кошку сиамской породы Будет разработана какая-нибудь по аналогии с транспортным налогом с автомобилей Будет разработана привязка к длине хвоста Или к толщине носа Я вот тоже не пойму, как это вообще влияет на налогообложение Но с одной стороны, может быть, знаешь Они могут привязать это к тому, что якобы эти деньги пойдут, например, на уборку территории Которая остается после этих собак, да? Ну там, ладно, еще, может быть А с котами как поступать? Не знаю На уборку туалетов, может, они будут приходить себе домой и эту вот ванночку выносить персонально Будет предоставлена такая услуга Ну если ты зарегистрируешь кота И, кстати, по поводу регистрации домашних животных Ну, ладно, с регистрацией средств индивидуальной мобильности Там есть куда прибить номер Он железный А с этими вы что будете, чипировать их предлагается? Нет, по-хорошему, кстати, во всех странах мира, насколько я знаю, прогрессивных Как раз таки животных чипируют Но при этом есть... Но не кошек Нет, по-моему, кошек тоже чипируют У них тоже есть чипы Но просто, понимаешь, смысл в том, чтобы был единый реестр этих чипов Потому что тогда, например, можно отследить, кто там собаку эту бросил Допустим, потому что там будет содержаться информация об ее хозяине И тогда уже к нему можно будет прийти там, допустим, и штрафануть его за то, что он выкинул собаку Вот тут я согласна Но у нас же, помнишь, у нас в последний раз, когда были как раз представители приюта Они рассказали, что у нас этого единого реестра нет Их просто много, они все разные И ты, даже если у собаки есть какой-то чип или у кошки Ты просто не добьешься того и не поймешь, в каком реестре ее искать Ну я знаю, что в Финляндии или в Норвегии владельцы оленей в обязательном порядке не просто чипируют А снабжают GPS-датчиками И потом торжественно сидят дома у себя перед компьютером и смотрят, где же их стадо сегодня загуляло Они на свободном выгуле у них Они на свободном выгуле, это действительно так То же самое делают в Швейцарии, во Франции, в Италии с коровами, к примеру Чтобы, более того, это применяется и для того, чтобы отличить, чья это корова Потому что есть орелы обитания стад, вот так это скажем То есть большие такие поля, куда приходят коровы от разных фермеров И чтобы потом их можно было отличить не только по визуальному признаку Хотя каждый фермер свою корову знает в лицо, это однозначно Но и отличить по подтвержденному принципу Их чипируют и снабжают GPS-датчиками Это абсолютно нормальная ситуация Нет, ну это нормальная практика чипировать животных Правда, я ничего в нем плохого не вижу Но явно не повышать просто налоги, не вводить какие-то новые налоги Кстати, тут какая-то еще жесткая история, связанная с собаками Ты видел, как раз произошла в Москве в одном ЖК Это ужас И появилась группа людей, так скажем, не знаю даже как выразиться Да нет, давай скажем прямо Которые по религиозным, так скажем, соображениям Это группа чеченских парней из Чечни Уже это установлено, потому что туда приехала полиция Ну да, и там были какие-то серьезные разборки с этим В общем, эти ребята просто образовали такую кучку, которая ходила по территории закрытой, кстати, жилищного комплекса, большого достаточно И просто, ну, фактически угрожала всем людям, кто гулял там с собаками Они говорили, что собака это нечистое животное Не гуляйте тут с ними И если вы будете продолжать гулять, мы их либо постреляем, либо потравим То есть они до этого, мне кажется, там нескольких Причем, кстати, мне очень понравилось Я видела комментарий девушки, которая рассказывала, что к ней вот так вот подошли И она сказала, что они подходили исключительно к девушкам Вот я тебе только хотел заметить Пять молодых бородатых персонажей подходило исключительно к девушкам А что же вы к мужикам-то? Что, там нет мужчин, владельцев собак? Что вас так испугало-то, а? Есть, причем они подходили к девушкам с маленькими, там, с французским бульдогом Да С такими, ну, вот с малышами буквально Ну, кому фас сказать нельзя Понимаете, если выйдет мужчина с питбулем, наверное, к нему будет сложнее подойти, да? А я бы очень хотел, чтобы они это сделали И я бы искренне потом посмотрел бы на соответствующую видеозапись Или с овчаркой Да с какой угодно С собакой выше, там, 20 сантиметров в холке Им уже этого будет более чем достаточно Вообще, с одной стороны, это противно А с другой стороны, я искренне надеюсь, что столичная полиция, которая один раз уже приехала по вызову И очень чутко среагировала, устроив там, ну, там чуть ли до стрельбы не дошло Она сейчас примет этот ЖК На, как говорится, поставит галочку И будет постоянно По первому же звонку жителей Туда приезжать И этих ребят оформлять по полной программе Вообще, я жду от них извинений Как это по традиции у них есть же Они потом начинают извиняться перед камерой Вот я жду появления этих видео Надо сказать, что они действительно яд там разбрасывали Потому что полиция его нашла в итоге Они какую-то траву там побросали А посадить их за это нельзя, что ли? Там можно, наверное, будет, если какая-нибудь собачка бы отравилась, допустим Тогда это будет уже порча имущества чьего-то Ну, по закону Тогда их можно будет привлечь Ладно, давайте сделаем небольшой перерыв Снизим немножко градус эмоций перед рекламой Послушаем Слифорд Мод Достаточно свеженькая композиция Это их пост-панк ремейк знаменитой композиции Don't Go Третье Плюс 7903-7976-333 Хотя зачем? Сейчас лучше запастись блокнотиком и ручкой Потому что традиционный обзор новинок кино Вот Татьяна Анатольевна Котина ждет Да, киноновинок на этой неделе очень много Но, честно говоря, у меня были проблемы с тем, чтобы выбрать Что же назвать главной премьерой этой недели А ты что, что выбрала? Несмотря на то, что фильмов много Я неожиданно выбрала, сама для себя даже неожиданно выбрала Польский мультик, который называется «Мишки-обнимашки» Ой, как приятно Мне кажется, такой милоты Очень мало сейчас на экранах Очень приятно иногда с ребенком или даже без ребенка сходить И просто, знаешь, отдохнуть от всего Да нет, Татьяна, мне кажется, совсем в другом делу Сегодня четверг, пятница А потом у нас две недели отдыха Вот тебе вот, Мишки-обнимашечки Ты уже там, ты уже хочешь, так сказать, немножечко отдохнуть Да, извините, перебил А что мультик-то польский? Сюжет, в общем-то, рассказывает про папу-медведя и сына-медведя Которые живут там в лесу Все у них замечательно У сына намечается день рождения Они планируют испечь очень вкусный медовый торт Но когда они просыпаются на утро вот этого дня рождения Выясняется, что какая-то стихия пришла И, в общем-то, все горшки с медом побило Не Маши ее звали, эту стихию, да? Где-то... Нет, там что-то действительно вроде наводнения произошло, к сожалению Вот и надо теперь мед-то найти, чтобы все-таки торт испечь Для этого они отправятся на золотую землю Которая, как считается, является бесконечным источником меда И с ними еще полетит такой самоуверенный пчел Пчел? Да, который ему рассказал, собственно, про эту золотую страну Потому что они, видимо, к пчелам сначала пошли У пчел тоже мед не оказался Пчел говорит, а вот пойдемте, мы там все найдем В общем, это очень милый мультик, на самом деле С какой-то такой необычной, теплой очень рисовкой То есть он даже не компьютерный, вот, ну, в нашем понимании А такой вот нарисованный, какой-то картонно даже нарисованный В общем, очень такая... В советском стиле я это называю Ну, нет, он даже не в советском Но, знаешь, в таком, вот, как такие, так скажем, мультики Не для всех снимают, вот Ага Ну, а тут он как бы для всех, но просто в таком необычном стиле Артхаусном слегка, так скажем Как ежик в тумане, что ли? Ну, примерно, кстати, скорее вот ближе к нему, да, что-то такое Ну, там все более теплое, естественно, там не так все холодно и страшно Да ежик тоже позитивный, хоть он и в тумане Не, он позитивный, да, ну просто ежик, он больше, более взрослый, так скажем Если уж сразу про мультики начали, давайте, наверное, про них и продолжим Потому что тут еще выходит очередная часть мультфильма про пигвиненка Пороро Это такой южнокорейский пингвиненок, про который снято уже... Такое, да, такое там, да? Не-не, он просто пингвин обычный О, окей, хорошо У пингвинов не бывает разреза глаз, насколько я понимаю, ну, там, различающегося как-то Так, по-моему, с тобой изучали, что лишь королевские, там, разные тоже бывают Ну, просто виды бывают разные В общем-то, этот мультфильм называется «Пингвиненок. Пороро. Нападение монстров» Рассказывается там будет о том, как на мир, собственно, где живет этот пингвиненок Нападает какой-то загадочный вирус, который поразил все вокруг И превращает все в квадраты, в пиксели такие Это как фильм «Пиксели» Ну, примерно Отвратительно, сейчас в кино Да, 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 и, в общем-то, главные герои будут, видимо, от этого, от этой заразы как-то спасаться и находить выход Еще можно будет сходить с детьми, наверное, на семейный фильм, который называется Хвостатые пришельцы, там рассказывается про брата и сестру Которые вместе с родителем будут помогать трем пришельцам Которые спикировали в соседний лесок Нечаянно у них там сломалось что-то на их летающей тарелке И чтобы их никто не вычислил, они превратились в трех собачек Белка и стрелка вернулись Ну да, там их три, правда, белка и стрелка и еще кто-то будет И еще кто-то Естественно, там сразу найдутся, так скажем, те, кто хочет этих инопланетян поймать И догадываются, что они инопланетяне, в общем, какие-то негодяи, спецслужбы Ну и дети с тремя собаками будут все это выруливать В общем, такой милый классический мультфильм про животных Из российского на этой неделе, ну как вам сказать? Да скажи прямо, Тайя! Я бы не советовала сходить ни на один российский фильм, который выходит на этой неделе Но вдруг я ошибаюсь В общем-то, один фильм называется «За Палыча» И рассказывает он про парня, такого мажора, знаешь, у которого там папа политик Ну в маленьком городе в каком-то все у него, так скажем, на мази, как говорится Все хорошо Да, но в какой-то момент, в общем-то, он наезжает на парня, который оказывается еще более влиятельным мажором, чем этот И этот влиятельный мажор, в общем-то, уделывает нашего главного героя Его там отца, значит, снимают с выборов, их лишают дома, всех денег, короче, всего-всего Семья съезжает в деревню, а самого парня отправляют в армию, где он служит, в ВДВ И возвращаясь уже, собственно, после того, как он отслужил Он выясняет, что в маленьком доме его деда, где живет, собственно, его семья сейчас Приходится ютиться им там, вместе с дедом, который тоже бывший ВДВшник, кстати, на секундочку Этот дом хотят отобрать Тоже продолжение банкета, как говорится Да, и, в общем-то, видимо, этот парень вместе с дедом, оба ВДВшники будут как-то бороться за этот дом Там будут танки, друзья Там есть момент, где этот дед, например, разбивает телевизор, в котором Ельцин говорит, боже, храни Америку Чельняшку он на себе не рвет там Там будут большое количество прибывших ВДВшников, видимо, помогать отбивать этот дом, который будут с кем-то там драться В общем, честно, я не знаю, как это характеризовать Ну, такая комедия с патриотическим подтекстом А я думал, что это боевик с патриотическим содержанием Ну, примерно то же самое Можно, но это комедийный боевик, скорее так Хотя там есть какие-то серьезные, видимо, моменты, но я их все равно не пойму, и ты, я боюсь, тоже Локальные разборочки Да, и есть еще вообще замечательный фильм, который называется «Бизнес» по-русски Это пример такого регионального кинематографа, снятый то ли в Бурятии, то ли еще где-то Это выглядит как абсолютно такой любительский фильм, который мы с тобой примерно могли бы снять на мобильный телефон И сыграть мы там могли примерно так же То есть вот качество игры там просто вот на уровне... Мы же вчера с тобой установили, что сейчас актеров скорее не приглашают и берут реальных людей Потому что они зачастую играют лучше, чем актеры Но тут эти люди, да, не очень хорошо играют Я не уверена вообще, актеры они или нет Рассказывается там, в общем-то, про момент, когда в стране началась эпидемия COVID-19 В регионах вводят локдаун И, собственно, главный герой, он владелец малого бизнеса И вот они, видимо, будут пытаться как-то этот бизнес сохранить в условиях ковида Ну вот такое вот... Такое вот Такое вот, да Давайте дальше Меня напомнил один российский фильм Я не вспомню сейчас, как он называется Но там одну семью дебоширов, трех братьев Специально они жили на отшибе деревни И деревня вместе собралась не говорить им о том, что локдаун закончен И они создавали полную иллюзию, чтобы та семья никуда не выходила А у них крыша поехала, значит, они никого с собой не пускали Выходили в противогазах там на улицу И они создавали полную иллюзию, что вот в этой деревне, значит, карантин не закончен Потому что преступность упала на 99% Количество ограблений упало на 99% Класс То есть вообще... И те потом узнают, значит, этих три отморозка, я бы так сказал И это такая вот комедия тоже региональная Но она смешно смотрится, честно, я тебе сказал Я не вспомню, как он называется Может быть, вы, наши слушатели, наверняка поняли, о каком фильме идет речь И напомните... Да, я вот не знаю, что это за фильм, но было бы любопытно узнать Типа бабки, что ли, не помню, как называется Надо будет погуглить Из драм на этой неделе можно посмотреть фильм «Боксер» Это, кстати, казахстанский фильм У нас казахи тут взялись снимать именно спортивные драмы Вот недавно я рассказывал тоже про фильм «Паралимпийц», который тоже сняли в Казахстане А вот это вот история, собственно, реального боксера Серега Сапиева, двукратного чемпиона мира и обладателя олимпийского золота Про его, так скажем, нелегкий путь к своим чемпионским титулам В общем, такая мотивирующая, очень, кстати, приятно, хорошо, качественно снятая картина Вот прямо хочется даже ее посоветовать, наверное Спортивный боепик, что называется Да, да, ну вот кто любит такой жанр, на самом деле Я знаю, что таких людей очень много Вполне можно посмотреть, это будет определенно не хуже того, что снимают, например, там на Западе Или у нас, уж не дай бог Не, ну тут личность интересная Он же действительно, в советское время же он, по-моему, был Или даже на грани, на любеже веков Вот тут не подстажу, может быть, где-то 80-е-90-е вот из разряда такого Потому что сейчас он уже такой взрослый О чем говорят незнакомцы? Еще есть драма, которую выпустила Испания на этой неделе Она, в общем-то, рассказывает про три семейные пары Такие уже достаточно взрослых семейных пар То есть это не молодые, какие-то прям вот только поженившиеся люди Которые приходят на групповой сеанс психотерапии Все вместе И, в общем-то, их там ждет очень необычная такая игра Там будет несколько конвертов с провокационными заданиями И с провокационными вопросами В общем-то, запертые вот в одном помещении люди Будут выяснять отношения между друг другом И, видимо, как-то размышлять на тему человеческих и супружеских взаимоотношений Фильм «Офис» сразу вспоминается Ну и «Офис» И таких, на самом деле, много картин было в последнее время Они почему-то завоевали популярность очень сильно Вот, наверное, очередная А вот в боевиках, кстати, на этой неделе можно разгуляться Потому что тут, во-первых, выходит французский боевик «Чужак» Который рассказывает про такого героя Ну, как всегда, знаешь, одиночку Которого не пощадила судьба Когда-то он был профессиональным боксером Потом он загремел в тюрьму Сбежал в Таиланд Там вроде как у него все наладилось Он там в каких-то незаконных боях участвует Семью завел Хочет участок там купить себе земли В общем, все вроде как у него начинает налаживаться Но из-за того, что он этот участок земли хочет купить Ему нужны деньги Он ввязывается в какую-то не совсем законную авантюру В общем-то попадает на принцел каким-то бандитом И опять начинаются вот эти разборки Классно снятый фильм Очень такой зрелищный, я бы сказала Там такие классные рукопашные разборки Постоянные В общем-то, кто любит вот такие бои красивые Там действительно это снято вот мастерски Чужак Да, называется фильм Чужак Вот, кстати, и женщинам наконец-то дали место в боевиках Тут выходит фильм, который называется Девичник, убойная ночь Там рассказывается про 8 девушек, которые отправились Собственно, на девичник Чей фильм сейчас хочу спросить Американский, корейский? А, ну тогда ладно Да, девушки отправляются, значит, на загородный девичник В какой-то там отдалённо стоящий дом Ну, чтобы повеселиться, в общем-то, проводить подруги, так скажем Да, в супружескую жизнь Одна из них, слегка смешно звучит, но вот как есть Она, в общем-то, является ветераном Иракской войны Девушка никому не доверяет У неё, естественно, посттравматический синдром слегка развит Вот она там оказывается в этой компании девушек А тут, ну как вот это бывает иногда Нападают на дом какие-то непонятные люди Неожиданно ночью начинают стрелять И эта девушка становится единственной Кто может всех остальных визжающих подружек своих собрать в кучу И сказать, так, сейчас мы будем разбираться с этими негодяями И видим весь остальный фильм, они с этими негодяями будут разбираться Очевидно И, конечно же, они победят Я очень надеюсь Хэппи-энд же в 99% Я думаю, не без потерь Но, скорее всего, главная эта героиня точно свои проблемы решит А это она замуж выходит или нет? Нет, не она Другая, это её подруга Да, да Ну их там всего 8 человек, так что там много Там ещё и стриптизёр с ними будет Ну как девушник без стриптизёра? Ну вот именно, да Несерьёзно И есть ещё китайский боевик Ипман Начало, который называется Вот есть такой известный Их же 4 штуки уже есть Там даже, по-моему, больше Но это такой вот Ипман, это вообще мифологическая такая фигура Которую очень часто везде используют И это, в общем-то, рассказывается про его юность Когда он приезжает учиться в Гонконг Однако его мирная жизнь в университете неожиданно обрывается Когда на уроке английского Местный криминалитет берёт в заложники целый класс И, в общем-то, Ипману молодому придётся со всем этим разбираться Стать Ипманом Да Ну тут особенность того, что это всё-таки китайский прямо непосредственно фильм Так что такой аутентичный Вот откуда взяли, там и сделали, так скажем Вот есть симпатичный трейлер, на самом деле Который приехал к нам тоже из Испании Рассказывает он про 17-летнюю девушку Которая подвергается буллингу со стороны сверстниц очень сильно И в очередной раз, когда они её там как-то публично унижают Девушку, в общем-то, они там, по-моему, крадут её одежду практически Ей приходится там чуть ли не голой возвращаться домой В общем, плача И в этот момент она видит, что этих девушек Которые её обижают, её одноклассница Увозят на каком-то фургоне И они кричат, то есть их, видимо, украли И да, и, видимо, это будет такой психологический трейлер Основанный на том, что эта девушка будет думать А вот расправится ли ей с обидчиками Вот так, чужими руками, так скажем Не говоря никому о том, что с ними что-то случилось Или всё-таки поступить по-человечески и помочь И, в общем-то, тут, видимо, там ещё полиция Потом, естественно, присоединится, так как она будет свидетельницей И вот будут разбираться в этой ситуации В общем, я думаю, это, может быть, даже и стоящее кино Потому что тема буллинга вообще не так часто у нас открыто, так скажем, проявляется А тут будет много над чем подумать И тем более вообще на фоне происходящих Да Приятно Как ещё раз называется фильм? Называется «Свинка» Свинка? Да, так главную героиню называют, собственно, обижают её Прозвище у неё такое школьное Прозвище таким называют, да «Реинкарнация. Новая глава» — это ужастик, который тоже выходит на этой неделе Опять же, я сразу скажу, к реинкарнации Али Астера это не имеет никакого отношения Вообще не имеет Нет, это не тот режиссёр, это не та франшиза «Реинкарнация» вообще не франшиза, если что, это просто единичный фильм Да А это просто у нас назвали так «Реинкарнация. Новая глава» Там рассказывается про Сару, которая переживает смерть пожилого отца И, собственно, не горит желанием общаться с содержащейся в доме престарелых матерью Однако вот её семилетняя дочь начинает себя в какой-то момент очень странно вести Потому что когда-то у женщины была сестра, которая то ли погибла, то ли исчезла И эта маленькая девочка вдруг неожиданно начинает говорить, что она её сестра И, в общем-то, и что-то вот тут не в порядке И вообще, говорят, я слышала, что уже психологи там смотрели с фильма, разбирали, что он очень хорошо рассказывает про ужасы материнства Ужасы материнства? Да, но это, понимаешь, это такая метафория Это фильм, который очень метафорично рассказывает про ужасы материнства, но при этом обёрнутый в хоррор, который периодически достаточно жуткий Так что вот кому интересно, да, тоже добро пожаловать Давай сейчас сделаем небольшой перерывчик Тут спрашивают нас на нашем смс-портале, адрес которого плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три тысяч Что за мой фильм про мёд? Это, я так полагаю, первый мультик про мишки Мишки-обнимашки они называются Ну как вы могли забыть? Мишки-обнимашки Мишки-обнимашки А мы очень скоро продолжим Что посмотреть Продолжаемся на обзор новинок кино Да, продолжаем Я тут Юлия отвечу Она спрашивает, есть ли у меня свой телеграм-канал или группа Юля, у меня нет На самом деле меня пинает наш шеф-редактор Говорит, что заводи уже, давай Конечно Я пока ещё как-то не собралась, честно говоря Но, наверное, может быть, всё-таки соберусь когда-нибудь Но я вам об этом сообщу, наверное Вот, а в картинке Господи, в картинке В соцсети с картинками я есть Но у меня там ничего нет, на самом деле Потому что я пару лет назад оттуда просто всё убрала в архив, честно говоря И мне очень нравится жить без соцсетей, я честно вам скажу Я вообще вот тот человек, который в соцсетях просто вот Ну, я там есть, но я там такой незримый наблюдатель, так скажем Я тебя по-человечески так понимаю, Татьяна Вот Я бы, по-моему, был последним, кто присоединился к сети Называть которую не буду, чтобы не давать лишних отбивок В смысле, это много-много-много-много лет И, должен тебе сказать, никакого удовольствия от этого не получаю Вот, честно Вот, честно, я тоже Меня всегда это так напрягает, поэтому я практически ничего никогда не почувствую Я ненавижу вот это ещё, знаешь, самолюбование Да, да, да Ух ты, смотрите, какой я крыльный, я вот здесь вот Что такое Мне как-то это просто искренне неприятно Нет, я знаю, что можно соцсети вести так, чтобы как бы и себя правильно, так скажем, показывать Позиционировать Да, и в то же время как-то и мир какой-то вокруг себя показывать Да Но это тоже, на самом деле, отнимает очень много времени, сил Нужно найти правильную интонацию, в общем, пока у меня на это ни времени, как раз ни сил, нет Давайте к фильмам вернёмся У меня тут парочка осталась В общем, одна из них это мелодрама, которая называется Рокки и Рани, история любви Это индийский фильм Кстати, начнётся он Я же выдохну, понимаешь, сразу Думаю, сейчас Сильвестр Сталлоне будет рассказывать про свою первую любовь Вот это всё Но это зато, я вам скажу, такой классический, красивый индийский фильм Да, как раз-таки, наконец-то с танцами Наконец-то с вот этими вот массовыми номерами Там всё так ярко, что аж глазу больно, честно говоря, иногда Всё так красиво рассказывается там, в общем-то, про Рокки и Рани Рокки темпераментный Бенджабец, а Рани бенгальская журналистка В общем-то, они встречаются, влюбляются друг в друга, всё у них замечательно Но их семьи как раз не те самые, которые могут сойтись Кланы у них разные Поэтому они, как всё-таки современные люди, всё равно хотят быть вместе И тогда решаются на такую авантюру в какой-то огромный дом Они, в общем, завозят обе семьи целиком Чтобы они там подружились И потом уже всё как бы нормально сложилось Ну, в общем, ты представляешь, да, приезжают два разных враждующих буквально клана Капулетти Да, молодые люди, всё это в такой лёгкий ромком завёрнутый Естественно, все танцуют, все ругаются, все шутят Ну, я думаю, там всё будет хорошо, конечно, в итоге Ты знаешь, мне подумалось, что это такой индийский вариант Симбиоза Ромео и Джульетты и достать ножи, к примеру Только с хорошим концом и танцами Да, почему бы и нет? С другой стороны, вот лучше ли реклама этого фильма Теперь точно кто-то захочет посмотреть Ну да, а какие там красивые актёры, друзья? Ну, просто вот, правда Индусские женщины очень красивые бывают А мужчины там какие-то Да, конечно Там ещё главный герой всё время ходит, знаешь, с таким разрезом на груди практически до пупка Но хоть без голды? Без, естественно, там всё гладко и красиво А, то, что гладко и красиво, это, кстати, не показатель, что нормальный мужчина Вы тоже забейте Ну, ладно Так, что вот есть ещё что-нибудь, Танис? Есть ещё мюзикл, кстати Мюзикл очень редко до нас добираются А тут вот мюзикл приехал из Великобритании Называется он «Лучшие дни» Основан он на творчатой группе Take Z Там будет их, собственно, их песня играть всё время Мальчуковые вот эти вот персонажи Да-да-да-да-да, это был такой известный бойс-бенд, очень популярный, я не знаю, сейчас, по-моему, они уже не существуют или существуют А Руби Уильямс нет, не скажу Руби Уильямс из Бэкстрид или из Бэкстрид Бэкстрид Бэкстрид? Нет, точно не из Бэкстрид Бэкстрид Бэкстрид, я тоже всегда путаю И был же ещё какой-то бойс-бенд американский, откуда Тим Брюк вышел потом Вот правда не скажу, возможно, Тейкзет это как раз Руби Уильямс Да, в общем-то, это история о четырёх подругах, которые были большими фанатками Тейкзет, когда были школьницами, ходили на их концерты И вот спустя 25 лет группа воссоединяется, чтобы дать какое-то крутое шоу И подруги, собственно, спустя 25 лет тоже решают на него пойти, собираются И это, как мне показалось, очень такая вдохновляющая история про то, как женщины уже, которым там, ну, под 50 или там за 45, так скажем Как они вновь начинают чувствовать жизнь, вспоминают себя, как бы, юными девочками Отправляются на этот концерт, и жизнь всё ещё бьёт ключом, и всё ещё, на самом деле, прекрасно И мне кажется, это очень вдохновляющий фильм для тех, кто думает, что вот, мне уже там сколько-то исполнилось И теперь жизнь закончилась Да нет, друзья, всё ещё впереди, и ради бога, наслаждайтесь творчеством группы Тейкзет, если вам так нравится Мы с тобой не ошиблись, Робби Уильямс, именно из Тейкзет Вот, нам тоже уже пишут, что Робби оттуда, да Почему её называют, знаешь, британской поп-рок-группой, которая доминировала в национальных чартах на протяжении пяти лет Это такой, 90-х годов, типичная группа, и Тейкзет канал BBC в своё время назвал Тейкзет самой успешной британской командой со времён The Beatles Ну, BBC, как вы так можете? Ещё одна картина, про которую я забыла сказать, это документалка, которая называется «Хельмут Ньютон», отвратительная и великолепная Это немецкое, в общем-то, документальное кино про известного фотографа Хельмут Ньютона И смотреть, собственно, на творческий путь этого человека Ну, это будет, я думаю, что последний нойз под занавес сейчас И, к сожалению, мы пока не увидим с вами Барби и Оппенгеймера Их покажут в российских кинотеатрах не раньше осени Причина в том, что голливудские компании раскрыли схему поставок лицензионных версий фильмов России И забанили её Раньше их везли, как известно, из Казахстана Будем ждать Субтитры создавал DimaTorzok